Поговорим о военной подготовке. Есть люди, которые занимаются этим уже давно, бесплатно, вне школы. У меня на связи с директор партийного патриотического клуба «Ярополк», ветеран подразделения «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России, депутат Совета депутатов городского округа Красногорска Илья Шадриков. Илья, здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, расскажите, вот в школы приходит и трудовое воспитание, и начальная военная подготовка. Уже знакомились с программой, может быть? Ну, как, вот именно с программой я, в принципе, слышал, но на самом деле мне, человеку, который, в принципе, занимается спортивно-патриотическим движением в нашей стране, мне это приятно. Мне действительно это приятно. Но в моем понимании, знаете, это все-таки, ну, какая-то, естественно, базовая ситуация, чтобы у ребенка, наверное, ну, появилось желание. Если у него желание действительно появляется, тогда он уже, в принципе, понимает, хочет он стать военным или не хочет стать. Если он хочет выбрать гражданскую профессию, он должен все-таки понимать, есть хорошие слова, как я всегда говорю, любить страну нужно, но этого мало. Надо еще знать, как уметь ее защитить, чтобы он это все-таки, как мужчина, он должен понимать, что такое автомат, что такое тактика, как себя, там, вести в экстремальных ситуациях. То есть, в моем понимании, еще раз говорю, что начальная военная подготовка в школе, это, наверное, такая первая ступень, первая ступень к чему-то, к чему-то серьезному, чтобы это его больше захватило, и он пошел, в том числе, допустим, на наши курсы. Потому что сейчас у нас довоенная подготовка для, так скажем, 18 лет и старше, то есть у нас средний возраст 35 лет, это непосредственно те люди, которые сейчас подписывают контракты. Но как только мы отремонтируем у нас в клубе помещение, у нас и для наших воспитанников, для школьников тоже начнутся именно занятия по довоенной подготовке, но они только для спортсменов клуба «Аверополк», то есть для детей. Поэтому у него будет тоже, в принципе, основание, чтобы поступить в клуб, заниматься единоборствами и, в том числе, проходить курсы по довоенной подготовке. А мы это делаем не для отметки, а именно для того, чтобы как-то, ну, состояние такой души, чтобы профессионально к этому подойти, так скажем. А вот то, что в школах будет, это все в рамках урока ОБЖ. Уже по следующему году, я так понимаю, это будет несколько такой отдельный предмет, уже не связан с ОБЖ. Кто должен вести? Ну, вы знаете, я так, наверное, я думаю, в любом случае, какие-то, наверное, школы будут выделяться, какие-то нет. Вопрос выделения, в моем понимании, заключается только в том, как человек это будет преподавать детям. Либо, знаете, для отметки, чтобы это было, и, естественно, ученики никаких знаний не получат. Либо, соответственно, немножечко, конечно, вкладывая в душу, когда же дети видят горящие глаза инструктора, что он действительно хочет. Но дети же тоже чувствуют. Они же чувствуют это, когда учитель хочет их научить или не хочет. Или он пришел за заработной платой. Вот это еще, естественно, зависит именно от тех преподавателей, которые будут именно в школах преподавать. Если каждый из них отнесется к этому моменту профессионально, тогда действительно будет большой-большой-большой прорыв вот именно в этой довоенной подготовке, которая была еще в Советском Союзе. И, к сожалению, но, к счастью, все это возрождается. К сожалению, именно было утеряно, а к счастью возрождается. Это только девочек? Ой, это только мальчиков коснется? Или девочек тоже? Нет, вы знаете, я, если честно, я не могу сказать, я не изучал программу, но, естественно, наверное, эта программа коснется и девочек в школе, но я могу ошибаться. Но девочки тоже должны знать. Но еще раз говорю, это начальная ступень. В принципе, для девочек это тоже нормально. А если более углубленно смотреть на это, ну, я вам так хочу сказать, что девушки, они стараются быть в одном строю вместе с мужчинами. Но я, по крайней мере, по своим курсам это замечаю. У нас девчонок достаточно очень много, и где-то около 40 человек приходят на девчонок, а девушек заниматься. И в том числе, кстати, мы же берем там, ну, с 17 лет, так скажем, у нас есть 17-летние, тоже девчонки есть, которые занимаются. Ну, вот, а вы бы хотели поучаствовать в написании программы? Ну, как профессионал, как человек давно в этой тени. Не, ну, естественно, на меня еще никто не выходил. Понятно, что, наверное, есть общий числитель, это с точки зрения федерального, да, наверное, федеральная программа. А знаменатель, наверное, каждая школа под себя должна еще именно... То есть вот эти все... Есть общего и базовые моменты, но нюансы надо все-таки добавлять, чтобы людям было это интересно. Если есть там в базе разборка, сборка автомата, ну, это хорошо на самом деле. Но, нет, естественно, за своим оружием следить надо, там, после каждого, там, не дай бог, там, ну, боя, ну, или после каждого стрельбища его чистить нужно. Ну, а как его применять, это уже, знаете, это уже целая методика, это целая поэма, так скажем, которую надо постоянно читать, постоянно изучать и совершенствоваться. Это именно, образно говоря, настрел из боевого оружия и в том числе и тактика. Я так понимаю, потому что там не только вот о какой-то военной подготовке, там в целом будут рассказывать о том, как вести себя в максимальных ситуациях, при пожарах, при стихийных бедствиях, при военных в том числе. То есть там и вот такие навыки тоже могут даваться, чтобы в ситуации, когда вокруг паника, можно было сориентироваться и правильно себя профессионализировать, и жертвы в том числе. Ну, вы знаете, я думаю, да, но в любом случае, помимо всего этого, должны быть еще другие специалисты, которые будут психологически подготавливать. И это не обязательно с точки зрения военной. Психология, психолог. Вот, допустим, ну, не обессудьте, я вот весь разговор чуть-чуть сравниваю с нашими курсами. У нас как раз на курсах и присутствует военный психолог. Это все происходит как лекция, но она тоже выявляет людей, которые действительно готовы к экстремальным ситуациям, а которые не готовы. И профессионал, и именно как военный психолог, из собеседований или из-за каких-то вот своих задач, которые он дает своим подопечным, она может определить, человек годен или не годен. Либо не годен, но можно, образно говоря, что-то с ним сделать, так скажем. А вот будут изучать они во время этого курса основы стрельбы, ну, понятное дело, оружие и правила обращения с ним, но стрелять, как понимаете, они не будут, потому что в их местах психологии нету, не спешите. Ну, я думаю, в принципе, я в принципе думаю, что для школьника это и не нужно. Уже в старших классах, если брать, тогда да. Я боюсь ошибиться. В старших? В старших, наверное, уже нужно просто. А этот же курс, он 10-11 класс? Ну, вот, ну, я, образно говоря, там, наверное, перед каким-то выпуском. Они же, понимаете, человек же думает, что все, довоенная подготовка, сейчас пойду стрелять. Но это неправильно. Если подходить к этому профессионально, люди должны заниматься, на первую очередь, наверное, холостой тренаж. Это как правильно стрелять, из каких положений, как правильно держать автомат. И это должно быть ни одно, ни два занятия. Это, знаете, как мышечная память должна уже на автомате работать. И, в моем понимании, если пройдет приличное время этого холостого тренажа, они уже, у них должно быть у самих желание, чтобы, знаете, взять и пострелять. То есть, если они на третьем занятии уже, после двух теоретических занятий пойдут стрелять, это не то чувство, когда они, знаете, 15-20 занятий проведут холостого тренажа, и на 21 занятие пойду стрелять. Вот тогда эффект будет намного лучше с точки зрения стрельбы самой и с точки зрения психологического состояния людей, потому что они хотят это делать. Но я вот, я думаю, вы меня услышали, что я хотел сказать. Спасибо, Илья. У меня на связи был директор спортивного патриотики. Илья Сергеевич, спасибо большое. До свидания. Удачного дня вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо за назначение. Я поздороваюсь.